Десятое юбилейное торжественное празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, где собралось более 1200 ветеранов со всей Москвы и прошло в Московской церкви слово жизни. Каждому гостю были вручены подарки, цветы и георгиевские ленты. Для современного общества День Победы – история и гордость, а для ветеранов это отрывки несостоявшегося детства, горечи потери и радости Победы. Когда Библия говорит о государстве, когда Библия говорит о тех, которые храняют ту же страну, они говорят, что все это от Бога, и нам надо тоже показать, что мы реально благодарны этим людям, которые так много делали для нас. И за этот факт, что мы сегодня живем в свободной стране, и мы тоже, как верующие люди, мы можем проповедовать Евангелие, мы можем собраться поклоняться Богу тоже из-за всего, что они делали. В музыкально-поэтической программе выступил ансамбль песней и пляски дивизии Дзержинского войск Национальной гвардии России и театрализованные фрагменты в исполнении актера Московского театра Сергея Безрукова и творческой молодежи церкви. Почтить ветеранов пришли государственные и общественные деятели. Дорогие друзья, я вам честно скажу, я восхищен и очень рад. И, к счастью, я тут не один такой. Здесь, в этом огромном зале церкви «Слово жизни», сегодня были тысячи ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Мне кажется, им тоже очень понравился этот концерт, который Церковь «Слово жизни» сегодня для них организовала. Я уверен, сейчас я это почувствовал с особой остротой, что этот праздник, хотя ветераны, к сожалению, уходят от нас, их уже мало осталось, этот праздник переживет века, он всегда будет с нами, и он всегда будет нас объединять. С праздником! Особая атмосфера присутствовала в течение всего праздника. Радость, улыбки и слезы счастья переполняли каждого участника. Закрытие программы прошло под песню «День Победы», которую хором пели все участники мероприятия. Конечно, то, что произошло в эти четыре с небольшим года, с 41 по 45 года, оно эпохально переменило нашу жизнь. Не понять, где бы мы были сейчас, если бы не состоялась эта самая победа. И, конечно, мы хотим быть благодарными. Благодарными им, тем более, что их все становится меньше и меньше. И мы хотим успеть сказать им свое спасибо. Мы хотим успеть соприкоснуться с этой историей. И не только ради себя самих. Потому что важно, чтобы поколения последующие, которые идут за нами, дети, внуки, правнуки, чтобы они дорожили этим, чтобы они хранили и любили свою историю, и уж в точности знали ее. Информационная беру «Спектр» Москва.